Ты со мной и забудь обо всём, друзья. Обо всём и забыли, да. Да, но помним о том, что у нас гости. Мы обещали, и вот они к нам пришли. Дмитрий Филатов, участник проекта «Филатов и Кэрос», а также Маша, которая исполнила эту песню, лирика... А вот Карась не пришёл, потому что он Кэрос. Привет, ребята! Привет! Доброе утро! Расскажите, откуда пошла эта фишка в интернете, что Кэроса стали называть Карасём? Это не пошла такая фишка, он изначально таким был. А потом, когда у нас пошла западная история, мы поняли, что с Карасём далеко не уплывём. Да и вообще, Филатов и Карась, как, знаешь, два мужика пошли на рыбалку. Не гламурненько! Это вообще никак, да. Поэтому вот, а история уже пошла, и менять что-то было поздно. Было принято решение переформатироваться. Ну, в принципе, Филатов и Карась вы могли бы и шансон играть с таким псевдонимом. А потом трио Филатов-Карась. Слушай, ещё не поздно. Всё ещё впереди. Итак, друзья, естественно, мы сейчас будем обсуждать песню, песню лирика. Песня во многом легендарная. Вы её переиграли, вы дали новое прочтение. Почему именно эту песню «Сектора газа» вы выбрали? Ну, вообще у «Сектора газа», как сказать, если вы помните, уважаемые слушатели творчества «Сектора газа». Не забывали, кстати, в футболке. Чертушки не пошли бы в эфир по каким-то этическим соображениям. Песню лирика, она, это, знаешь, вот надо было уметь играть на гитаре песню лирика, чтобы завоевать женщину у костра. Да, посадить её на мотоцикл «Ява» и увезти... На халяву, так сказать, которую взял. Так что я думаю, что эта песня близка была всем абсолютно. Это абсолютно народный такой дворовый хит. Вот не эфирный, а именно народный. Маш, а скажи ты, тебе каково было исполнять эту песню? Ну, во-первых, начнём с того, это сейчас, может быть, немножко странно прозвучит, что эту песню я услышала впервые, потому что я немножко другое поколение. То есть мы старые тут? Нежели. Ну, я не об этом говорю. Она обо мне. Давай-ка мы тебе расскажем про девяностые. На самом деле вы можете мне рассказать про девяностые, потому что сегодня я просто решила посмотреть более подробную информацию про группу «Сектор Газа» и поняла, что она была основана в том году, в котором я родилась. Соответственно, да. Внимание, вопрос. Кстати, викторин. Да, викторин. В каком году? И все полезли в интернет. Поэтому для меня это было особенно интересно, потому что я услышала эти слова впервые, и они меня очень сильно впечатлили. Мне они очень понравились. Они как-то цепляют, сексуально звучат. И стало интересно исполнить эту песню, передать что-то свое, вложить. И когда особенно слушаешь то исполнение, как исполняли «Сектор Газа», чувствуешь разницу, посыл совсем другой. И очень интересно, что видишь новые реакции, их получаешь. Соответственно, безумно приятно. Друзья, почувствовала ли себя Маша хоем? Мы узнаем после небольшого перерыва. Музыка летит за нами. Музыка летит за нами. Музыка летит за нами. Тянет тебя бутаками на дно. Груз, валятся траблы на голову, как домино. Груз, давит как пресс на разборке машин. Груз, но я не сдаюсь, я по жизни вошел во вкус. Занимайте места, оставляйте плохое, все бома. Загорелась звезда над пылающим небосклоном. Знаю это она, ее мопа стеклют по ушам. Знаю это она и она уже летит к нам. Небо все в звездах красивых лиц. Мы бесконечны, мы без границ. Пусть эти звуки управляют нами. Музыка летит за нами. Музыка летит за нами. И еще раз доброе утро на телерадиоканале «Страна ФМ». Валерия Майорова и Кирилл Исаков. У нас также Дим Филатов здесь участник проекта «Филатов и Кэрос». И Маша, чьим голосом мелодичным, удивительным была исполнена, можно ли так сказать, кавер-версия? Конечно, это и есть кавер-версия. Кавер-версия хита группы «Сектор Газа» «Лирика». Вот. Здрасте. Еще раз всем привет. Доброе утро. Вот так, мы все время приветствуем. Бодримся, да. Кстати говоря, ну раз уж заговорили о песне, клип, что, какие новости, когда ждать вообще, что, в каком процессе это все происходит? Машу во всем великолепии вы увидите буквально скоро. Прям во всем? Скорее всего на следующей неделе, может быть через неделю, может быть в следующем году. Как пойдет. Вы увидите точно. Клип снят, он в стадии монтажа и раскраски. Ну, приоткройте немножечко. Там какой-то сюжет или просто набор ярких, красивых кадров. Набор ярких. Это просто очень стильная интерпретация видео, аудиоряда. То есть снятая для поддержки песни. Я попыталась передать настроение песне, показать себя красиво, чтобы, наконец, не забивали в интернете, кто поет песню, лирику, она. Кстати, вот по поводу, кто поет песню лирикана. Когда вы уже решили замахнуться на легендарную песню русского панк-рока, как пришла идея, что именно женский вокал должен звучать? Да, очень просто. Это, на самом деле, идея не наша была. Идею мне принесли из звукозаписывающей компании, которая владеет правами на оригинальные песни сектора газа Юрия Хоя, Юрия Клинских. Это его настоящая фамилия. Мы подумали, что действительно идея хорошая. Песню, если чуть-чуть причесать, из нее может получиться хороший такой танцевальный поп-хит. Мы перевернули ее под женский лад, убрали третий куплет. Там был не совсем эфирный. А он там был. Да, он там был. Послушайте оригинал. Кстати, благодаря нашей кавер-версии, я сейчас посмотрел топ iTunes, оригинальная песня сектора газа Лирика, тоже попала в топ-150. Она там где-то в районе 120-го места болтается, да. Да, панки сидят такие, ну-ка давай так послушаем. Скорее всего, просто вспомнили и решили себе скачать плейлист. А давненько я на кухне не слушал сектор газа. Вот так сказали люди и начали скачивать с iTunes на свои магнитофоны. По поводу поклонников сектора газа. Вот читала, шерстила интернет, не все согласны с новым звучанием. Некоторые выражают жесткую критику, что как можно было. Да мало того, их много. И что вы хотите им ответить? Вот прям так, чтобы поставить на место. А ничего, я не хочу им ответить. А я хочу ответить, что есть и много людей, которым понравилось. Вот так вот. На самом деле, многие люди заценили тот момент, что просто помнят об их кумире. И на самом деле очень даже благодарны, что в каком-то новом звучании они могут вспомнить. Некоторые, очень многие люди вспоминают свою юность, какие-то любовные моменты. Когда фильтра встали ладжок. Да, поэтому вот именно это здорово. В Воронеж планируете ехать с концерта? Мне кажется, да, уже надо. Воронеж готов. В клуб Black Box, да, как-то так он назывался. Да, а, а говори, что... Так вы что, не подготовились к консертуру? Нет, конечно, Black Box откуда, откуда же знать. Я заметила, что Маша так все время, она онлайн на связи со своими поклонниками. Насколько тесно вы вообще в сети контактируете с фанатами? Вы знаете, ну, контакты с фанатами Сектора Газа, они только начинаются, потому что... А со своими? А со своими регулярно. С удовольствием. Да, подписывайтесь на мой инстаграм, Маша, двойное подчеркивание official. Я буду рассказывать вам о своей жизни в выступлениях и новых песнях. Социальная... Вот в мое время социальная сеть фанатов Сектора Газа была на теплотрассе, друзья. Обсуждаем, да, обсуждаем мы кавер-версию на песню группы Сектор Газа. Это лирика. И у нас есть еще много вопросов по этому поводу. Куда, может быть, планируется какой-то альбом или что-то? Куда войдет в итоге эта песня или это сингл? Это сингл. Вообще, многие спрашивают по поводу вот нас с Кэросом, будет ли какой-то альбом и так далее, потому что мы выпускаем очень много всякого материала. Я не верю в альбомы сейчас. Альбом — это один новостной повод, и это как-то очень быстро сгорает. Лучше выпускать вместо 12 синглов в одном альбоме просто 12 синглов. Получается, что ты каждый месяц в году можешь выпускать какую-то новую песню. Ты не веришь в альбомы? А может быть, ты в Деда Мороза не веришь? В Деда Мороза я верю, а в альбомы нет. Я же взрослый. Я же взрослый, да. Сколько можно верить в альбомы? Вот по поводу музыки. Ты говорил, что когда Карась перетрансформировался в Кэроса, вы стали ориентироваться больше на Запад, да? Конечно, это как Робокоп, знаешь, вот когда он был обычным ментом, он никому нужен не был, а стал копом таким в латах. Так, ты выпускаешься в Великобритании. Я знаю, что еще во Франции выходили ваши треки. В чем особенность музыкальной культуры там и здесь? В чем отличие? Я не знаю, в чем отличие. Я могу сказать, что нас там воспринимают как иностранцев. То есть, когда иностранная звезда приезжает в Россию, ты становишься, о, ты посмотри, это же какой-то Джон Брэнгстон из Спистбургера. Знаменитый город, знаменитый немецкий город. В Шакляндии. У нас есть отличный повод сделать лирику на английском, значит. А, кстати говоря, можно уже начинать работать над текстом. Теперь, да, группе сектора газа узнает весь мир. Ну, в общем, там вас за границей принимают очень тихо. А секторе газа и так все знают во всем мире. Значит, мы напомним. Напомним. Так, 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 у нас пошли разные вопросы. Кирилл общается с Машей напрямую. И как Маша? Как ты сказал, Инстаграм там, Маша? Да, 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 уже записал. Кстати говоря, вот часто многие знаменитые исполнители пишут саундтреки к фильмам. Да, такое часто бывает. Вот есть ли какой-то фильм у вас, может быть, из уже существующих, либо вот в каком-то жанре, саундтрек, которому хотелось бы записать? Ну, любой новый блокбастер сошел бы. Я бы, конечно, к «Звездным войнам», но Джон Уильямс... Ах, отобрал мой хлеб. А ты, Маша, есть у тебя какие-то предпочтения, может быть? Какая-то драма психологическая или нет? Почему драма? Комедия? Комедия про любовь, да. А, отлично. Отлично. Хорошая комедия. Как она, например, должна звучать? Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Утонул. Все утонули. Ну, как она должна звучать? Как всегда, с какой-то изюминкой в голосе. Чтобы была какая-то загадка. Да. Это, кстати, в методичке Селин Дион, как правильно писать саундтреки фильму «Титаник» написано на 84-й странице. Хорошо, если найдется кто-то, кто снимет «Титаник», еще один. Ремейк «Титаник». Сейчас мы прервемся, потом, чтобы с новыми силами продолжить беседу с Дмитрием Филатовым и Машей. Субтитры делал DimaTorzok Продукосновения твоих рук сводят опять меня с ума. Я для тебя просто друг, но хочу быть твоею я. Вновь отливаюсь от земли, когда ты смотришь на меня. Ты в свою жизнь меня впустил, уйти не сумею я. Надо бы не остановиться, но не могу в тебя не влюбиться. Надо бы не быть осторожной, только теперь невозможно. Надо бы не остановиться, но не могу в тебя не влюбиться. Надо бы не быть осторожной, только теперь невозможно. Слышу в толпе голоса, сердце биенье города. Время прошло полчаса, так нетерпеливо жду тебя. Пульс витрин, домов, машин не замедляется перед сном. И мегаполис, и мегаполис из вершин не шепчет лишь об одном. Надо бы не остановиться, но не могу в тебя не влюбиться. Надо бы не быть осторожной, только теперь невозможно. Надо бы не остановиться, но не могу в тебя не влюбиться. Надо бы не быть осторожной, только теперь невозможно. Но ты меня не станешь отпускать. Я больше не хочу тебя терять. И в унисон сольются голоса. Ты и я. Попала прямо в сердце орбита, воздух, солнце. Я снова вышел в космос, но возвращает меня твой голос. Наша любовь и навыше неба ты. И до рассвета убежим с тобой на край планеты. Надо бы не остановиться, но не могу в тебя не влюбиться. Надо бы не быть осторожной, только теперь невозможно. Надо бы не остановиться, но не могу в тебя не влюбиться. Надо бы не быть осторожной, только теперь невозможно. Страна.ФМ. Все к лучшему. Дмитрий Филатов и Маша, а также Валерия Майорова и Кирилл Исаков по-прежнему в студии телерадиоканала Страна.ФМ. Какая же я бодрая. Это я кофею перепила, честно вам скажу. Чашку кофею вместе с Мариейной Хлебниковой. Друзья, мы напоминаем, что в нашей группе ВКонтакте вк.ком. Слэш Страна.ФМ есть уже пост на стене, где можно задавать вопросы ребятам, и мы, конечно же, их озвучим, если они будут в соответствующей форме поданы. Давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Есть у нас игра небольшая. Она называется «Местный панк». Задача такая. У вас будет два варианта предоставляться каждому из вас. Это «Чан с грязью» нужно выпить и потом переночевать на мусорке. Нет, будет два варианта. Ваша задача определить, какой из них это название песни группы «Сектор газа», а какой вымысел. Готовы? Давай. Отлично. Маш, давай с тебя начнем. Теща или два леща? Два леща. Нет, теща есть у «Сектор газа». Бомж или корж? Бомж. И вот этот человек готовился. Вой на луну или ной на пруду? Вой на луну. Не подсказывает. Вой на луну. Я рассажу вас сейчас. Колхозный панк или ржавый танк? Колхозный панк. 30 лет или 100 лет в обед? Мне кажется, все названия сейчас-то подходят. Новый альбом составляем сейчас. Она просто не дошла еще до того возраста, когда надо знать эту песню. Нет, я прочитала все про группу «Сектор газа», но песню еще не все переслушивали. Вот упрекнула меня по поводу «Блэкбокса», получай ответочку. Так, 30 лет или 100 лет в обед? Ну, наверное, 30 лет. Подсказывает Димой. Ну, это просто, конечно, будет, но нет. «Гуляй, мужик» или «Мужик, ты мужик»? Гуляй, мужик, конечно. Конечно. «Эй, гуляй, мужик». «Пора домой» или «Антон домой»? «Пора домой». Есть. Кстати, говорят, уж хорошая песня. «Ява» или «Принцесса Нури»? Давай «Принцесса Нури», ладно. Так, помарочку сделала, ладно. Конечно, «Ява». «Комары» или «Топоры»? «Топоры». «Комары». «Хорошо в деревне летом или хорошо в Таиланде зимой?» Конечно, про Таиланд. Мне кажется, Кирилл, ты плохо покреативил. Про Таиланд. Да, вот слишком плохо. Ну и последний. «ГАИ» или «ГИБДД». «Вопросик» с историческим подтекстом. «ППС». «Видимо, ГАИ». Не «Видимо», а «Точно». Вот молодцы. Хорошо знаю творчество. Маша, я тебе хочу сказать, что я бы тоже на половину вопросов не ответила, поэтому ты не переживай. Ты не переживай. А я уже в том возрасте, когда обязана. Я таким образом как раз поняла, какие песни мне стоит послушать. Другое дело, я переживаю, что я все это знаю. Да, да. Добро пожаловать в клуб. Дома на полках, небось, пылятся кассеты «Зловещие мертвецы», вот тот альбом знаменитый, «Туман». Вот это все есть, есть у Димы. Кстати, дай послушать. У меня была одна кассета. Я представляю себе. Но там было 372 песни. Нет, нет, там было все в порядке. Она же куплена была на горбушке, там помимо всего продавались еще и легальные. А, да такое тоже было? Было, было, да. Легендарные лицензионные кассеты «Сектор газа». Их видели всего два человека. Хой и, собственно, Дима. Нет, Хой их видеть не мог. Не видел уже, а они позже вышли. Нет, они в параллельной вселенной были. Да, я понял, я понял. Кстати говоря, у нас есть еще такая небольшая рубричка, она называется «Продолжение следует». Все предельно просто, мы даем начало фразы, ваша задача ее закончить. Дим, давай с тебя начнем. Давай. В танцевальном хите должно быть... Бочка. Чего? Просто бочка. Просто бочка должно быть. Бэйс-драм. У нас в планах сделать ремикс на... Маш. У нас в планах делать ремикс. У Маши в планах сделать ремикс. Да, да. Может быть, вместе. При том, что ребята делают ремиксы. А ты в них участвуешь, поэтому ты имеешь право тоже сразу задать какую-то планочку. Может быть, есть любимый исполнитель? Нет, есть идея продолжить тему и, например, сделать кавер на песню... Дюны, коммунальная квартира. А на войне, как на войне. О, неплохо. Мы вдохновляемся... Вдохновениями. Спасибо. Капитан Очевидность вселился в Диму и такой выбежал, и убежал из стыдии. Меня раздражает... Плохая погода. О, ну сегодняшняя. Вот раздражает. Да. И почему-то я все время мою машину, когда плохая погода. Это все так. Вчера было солнце... Ты помыла машину, и сегодня плохая погода. Ой, спасибо. Как мило. Правильный ответ. Кстати, предыдущие ответы были неправильные, этот правильный, да. В моем холодильнике всегда есть... В моем холодильнике всегда есть овощи, если честно. Я никогда не съем... Овощи. То есть у вас разные холодильники. Мой холодильник безопасности. Отдыхать лучше всего... В холодильнике. Мы и так живем в нем. В Америке. В гостях у Дональда Трампа. Отлично, отлично. Ты закончил? Я, да, у меня все. А тем временем слушатели написали Оль Миронова. Песня сама по себе супер. Спасибо, Хоя. В исполнении девушки она приобрела новый смысл и новую жизнь. Как только послушала, сразу поставила на звонок. Давайте-ка про рингтончик рассказывайте. Ну, а что рассказывать? Мы выпустили песню, да, и рингтон появился не сразу. Очень интересная история, Маша. Да, и увидели. И что? А мне вот было приятно, между прочим, что люди хотят себе поставить это на телефон. Это еще одна галочка и подтверждение того, что людям нравится песня. Ну, а есть какая-то стратегия? Когда они себе поставят на холодильник, вот это будет вышаг. Нет, друзья, если вы едете... Магнитик с тобой, да. Если вы едете в маршрутке, у вас звонит лирика на телефоне, и вдруг девушка вскакивает и начинает танцевать, знайте, что это Маша. И тут подбегают панки ногами. И ногами. Так, а что вы сделали с песней? Ну, это совсем другая история, которую мы продолжим обсуждать после небольшого перерыва. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Маша сейчас дополнит. Да, и я хотела бы тоже присоединиться, поздравить всех с наступающим Новым годом и отметить так, что просто было, что вспомнить. Не факт, что стыдно. Всего самого-самого хорошего. Загадывайте желания, мечтайте. Я уверена, что все сбудется. И любите, друзья. Дмитрий Филатов, Маша были у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Валерия Майорова и Кирилл Усаков эти четыре часа вас развлекали. Пока-пока, до завтра. Счастливо. Всем хорошего дня.